Привет, друзья мои, вы знаете, у меня есть одно из любимых мест, я там постоянно бываю, и там есть сосед у меня, и этот сосед, вот как я не посмотрю на балкон, он постоянно спортом занимается, на тренажере, на велосипеде, типа, он сам за рулем катается, ему 93 года, 93 года, он еще и спортом каким-то занимается, но я точно не скажу каким, да, помимо тренажеров своих. Как на другой планете просто. Такое впечатление, что на другой планете он находится. Сергей Сергеевич, 87, шахтер, 30 лет. Да, часто, слышно часто. Год назад возле школы упала мина. Целились в школу, она перелетела и упала возле школы в Воронежской области в 49-м году. Помню, как оккупировали немцы, потом в Венгрии мы, пацаны, бегали, ну, сколько, 42-й, значит, это 12 лет мне было. Учились венгерскому языку. Роза Ефимовна, ей 91 год уже, с 50-го года, 67 лет. Она даже угнана была в Германию, а потом освободили наши, и она пошла воевать. Жуков их, это... Дал 100 лет руки. Жуков их дал курсы им, обучили, и они пошли, это... Нашли курсы на фронт. Не страшно. Меня не страшно не было. Вот как-то, вы знаете, я забыла о том убийстве, что должно погибнуть. Вот-вот, верьте, хоть нет. Мысли плохие идут о войне, об этой. Живется все время под этим, под напряжением любому человеку. Да, да ничего. А вот прилетит, а вот снаряд прилетит, а вот ракета прилетит. Да, 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 да. А вот опять не договорятся, пойдут опять полным фронтом. Молодец, дорогая моя. Дочечка, спасибо. Ой, это помощь большая, потому что мы, слышишь... У нас лекарства, мы все время там пользуемся. Моральное настроение. Молодец, что ты зашла к нам. Молодец, понятно.